Виктория решила поехать отдыхать в Турцию. Турфирму выбрала проверенную. Почти 20 лет на рынке. Путевку купила на 7 дней, отдала 42 тысячи рублей. Однако подтверждение от отеля так и не пришло. Туроператор не получил деньги за мой тур. Хотя в турагентстве, в котором в острове сокровищ, я платила 100% все услуги. Я провела весь день в офис компании, чтобы выяснить этот вопрос, но ничего разумительного мне не было отвечено и мне пришлось обратиться в полицию. Заявление от Виктории и других пострадавших полиция приняла прямо в турагентстве. Другие пострадавшие обратились в прокуратуру. Две путевки в Казань и Испанию были оплачены, но поездки в назначенные даты не состоялись. Проверка показала, что несмотря на то, что генеральный директор острова сокровищ получил денежные средства от граждан на оплату туристического продукта, умышленно оплату счетов в разумный срок не произвел. В связи с чем туроператоры аннулировали соответствующие заявки. Материалы проверки направлены в ОМВД по Советскому району для решения вопроса об уголовном преследовании. Руководитель турфирмы Остров сокровищ подозревает в преступлении по части 2 159 статьи Уголовного кодекса мошенничество при получении выплат. Максимальное наказание по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы осужденного до 5 лет. Руководитель турфирмы Остров сокровищ Роман Яковлев рассказывает, сам пострадал из-за закрытия туроператоров, но деньги клиентам обещает вернуть. Нужно прийти, написать заявление на возврат денежных средств и заключить с нами соглашение, в каком порядке мы будем возвращать эти деньги. То есть, зависит от ситуации, там она развивается по-разному. То есть, есть где, грубо говоря, мы сразу можем вернуть деньги, есть где мы должны дождаться возврата туроператоров и так далее. Есть где, в принципе, деньги вообще не вернутся, потому что туроператоры, так сказать, уже закрыли свою деятельность и там это очень долго ждать. Там много партнеров, несколько фирм таких мелких, которые являлись центрами бронирования, да, и через них вышли некоторые продажи. Вот, есть, ну там, все вы знаете, там про Натали Турс, там, да, еще там Паларта, вот так далее. За июнь, июль там ушло достаточно много компаний с рынка. В любом случае, по факту обращений жителей, правоохранительные органы будут проводить проверку, выяснить, сколько человек пострадали от деятельности турагентства. По ее итогам, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».